Соревнования предварительного этапа Кубка Сибири проводятся в четырех подгруппах. Команда, представляющая нашу республику, вошла в зону Восток. Соперниками Бурятии по группе стали две команды из Иркутска, Зенит-М и Байкал, а также молодежная команда из Читы. Только начали сезон, это первый такой этап, который, можно сказать, он и подготовительный, и Кубок у нас проходит. Мы уже это практикуем третий раз, вот так делим команды. Команды разделены на четыре зоны. Две команды, занявшие первое и второе место, проходят в 1-8 финала Кубка России среди любительских команд. Бурятия успешно справилась с соперниками из Иркутска. Зенит потерпел поражение со счетом 0-5, а Байкал 1-3. Поэтому, в принципе, Бурятию устраивала и ничья. А вот для Читы игра с Бурятией была решающей. С Байкалом проиграли игру, но просто не реализовали свои моменты. По игре мы были сильнее. А с кем? С Зенитом. С Зенитом была плотная игра, и ребята хорошо играли. Но мы выиграли 2-1. Но этот турнир для нас важен. Ну, не знаю, будем вырывать сегодня решающую игру. Победа означала выход из группы, поражение – окончание турнира. Поэтому с самого начала читинцы ринулись в атаку. И начало первого тайма было для забайкальцев многообещающим. Моментов у наших ворот они создали немало. И один из них завершился попаданием мяча в сетку ворот. Однако судьи зафиксировали положение вне игры. После этого момента настроение в командах сменилось. И Бурятия начала перехватывать инициативу. Гол не заставил себя ждать. Момент реализовал Александр Васильев. Не получилось в первой игре. Наша тренерская вина неправильную. Подобрали тактику и состав. В остальном все получалось. Команда играет и сейчас играет. Несмотря на пропущенный гол, мы тоже забили. К сожалению, он был отменен. Но, тем не менее, игра хорошая пока. Не нашли бы ошибки в первом тайме. Все было бы уже решено. Но, к сожалению, такая вот ситуация, что в этой игре решается все для нас. Под занавес первого тайма Алексей Рябованов упрочил преимущество Бурятии, забив еще один гол. Но Чита сдаваться не собиралась. И во втором тайме все-таки поразила ворота нашей команды. Однако больше голов в этом матче зрители не увидели. Счет 2-1 сохранился до конца игры. Таким образом, Бурятия одержала три победы. А значит, наша команда выходит в следующий этап. Собственно, как и Чита. Им это удалось благодаря разнице забитых и пропущенных. Алина Чертарова, Вячеслав Сердюченко, АТВ.